Забит 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 14 ноября 2014 года дебютировал в российском промоушене ACB. В 2015 году принял участие в гран-при полулегкого веса, где стал победителем. 9 марта 2016 года завоевал титул чемпиона ACB в полулегком весе. Забит Магомед Шарипов дебютировал в UFC очень ярко. Он победил Майка Сантьяго удушением со спины во втором раунде, но при этом смог показать отличную ударную технику. Чего только стоит попытка провести шоу Time Kick, которой не хватило немного точности. После победы дагестанский боец рассказал о том, что он очень волновался из-за простоя. И также успел обозначить следующего возможного соперника. «Легенда слишком много болтает. Дайте мне лобово». Вчера к нам приезжал в офис Забит, чемпион лиги в полулегком весе, с просьбой освободить его от контракта для продолжения карьеры за рубежом. И мы пошли ему навстречу. Как всегда, мне немного грустно отпускать таких хороших бойцов, однако я всегда говорил о том, что не намерен препятствовать выступлением спортсменов из ACB в крупных американских промоушенах. От лица всей команды и от себя лично хочу поблагодарить Забит за выступление под эгидой нашей организации. От всей души желаю ему дальнейших карьерных успехов и громких побед. Двери лиги ACB для него остаются открытыми в любой момент. Удачи, чемпион! Можешь сказать, чем отличается подготовка в США от подготовки дома в Дагестане, в России и какие-то принципиальные? Есть отличия? Почему многие выбирают все-таки американские кэмпы? Большого этого нету, но думаю, даже я считаю, что большие нагрузки, чем в Америке. Вот там подход чуть другой, профессиональный подход. Один тренер над тобой все работает, тонкости, плавный бой составляет больше. Ты считаешь, что отдельно работаешь, один тренер. А у нас, как дома, один тренер, человек 30 в зале, не успевает. Так, и за это. И никто тебя не беспокоит дома. Точнее, в Америке не беспокоит. А дома постоянно суета. И за это режим все. Но последние два месяца легче в Америке. И серьезно, по-моему, есть. У них в Америке такая тактичка, что больше головы думают, чем... А у нас здесь нагрузки такие бешеные, а там больше такая правильная подготовка все. Забит, ты принял участие в съемках ТАФ нового сезона, где тренерами выступили Эдди Альварес и Джастин Гейджи. Ты был в команде Эдди Альвареса. Можешь рассказать об этом опыте? Что там было интересного? И как вообще ты поучаствовал в этом? Что ты там конкретно делал? И как долго, может быть, находился? В это время я готовился к своему бою. И наш тренер, Марк Гейн, он собрался. С ним надо было уже ехать. И за это он забрал меня с собой, чтобы я тоже не оставался без тренера ничего, чтобы вместе готовиться. Предложили, как тренера поехать. Поехал. Плохо, что там девочки были. А так, если пацана, я мог с ним как спарринг повернуть. А так, я особо-то не участвовал, можно сказать. Сам тренировался, сам готовился. Но ты попадал же все равно в объективы телекамер. Да, я работал, помогал им. Ну, как тебе этот опыт? Интересно было все-таки? Может быть, необычно? Ну, перед боем не особо интересна. Своя у тебя подготовка. А так, интересно. Забит, твой дебют состоялся на UFC Fight Night 115 в Роттердаме. Можешь сказать, оправдались ли твои ожидания от UFC? И как вообще все прошло? Вот какие воспоминания у тебя сейчас уже остались? Конечно, оправдались, потому что я давно к этому шел. Почти год ждал этого дебюта. И организаторы очень довольны, потому что они даже через две недели сразу мне бой приложили. 25 ноября. Соперника только сказали пару дней назад. Ну, афишировать пока не могу. Ну, скоро его узнаете сами. А вот в дебюте у тебя был соперник Майк Сантьяго. Можешь рассказать, как тебе вообще этот соперник? Почувствовал ли ты в бою какую-нибудь угрозу от него? И что можешь сказать о нем? Соперника, конечно, поменяли за неделю. Он до этого дрался в футаффе, но выиграл. И за то, что поменяли, не было соперника уже. Я думал, уже все. И меньше позвонил, сказал, что уже нашли соперника. Я согласился сразу. Честно говоря, очень крепкий парень был. Может, за то, что неделю, может, два раза подряд пошел с ним гоня, может, что-то у него подустало, я заметил. А так, соперник очень хороший. Ты показал очень яркое выступление и необычные приемы, удары. Планируешь в будущем также удивлять зрителей? И нет такого опасения, знаешь, как бы не боишься рисковать? Потому что некоторые удары могут быть очень рискованными, и за них можно поплатиться в будущем. Рисковать, конечно, в серьезных боях не стоит. А так, в дебюте, в первые два-три боя, я не думаю, что мы такие очень серьезные соперники. Так, для публики, я думаю, стоит этого делать. Потому что все ждут, а тебе надо что-то показывать. Забит интересный момент был, когда ты после победы вызвал на бой Артема Лобова. И это было действительно неожиданно, во-первых. И то, как ты это сделал. Легенда много болтает, дайте мне Лобова. Это было очень интересно, и фанаты восприняли это очень позитивно, положительно и хорошо. Можешь сказать, это была импровизация, или ты еще перед боем планировал? Или все-таки потом, когда уже победил, думаешь, а почему бы и нет? Не было такой, это чисто спортивный интерес. Я так в России очень хорошо знаю, и там знаю, как Макгрего, я думаю, почему не подраться. А так крепкий парень, духом все, характер все есть. Можно и с ним поработать, потом уже дальше смотреть топового бойца. Я думаю, для начала хороший соперник для меня. Ты планировал этот вызов еще до победы или сразу после победы? До Гула мне говорили, может, его с второго боя хорошо было бы с ним подраться. А сейчас какие у вас взаимоотношения? Может быть, переписка какая-то есть, такая непубличная? Ну, лично нет, но как я смотрел, интересно, что он готов в наибе драться. Но, как все знают, уже мне в организаторе дали 25 ноября, это, считай, другой соперник, и он. Я так хотел, я просил, что его дали, не знаю, почему-то они дали мне. Я не считаю, что Артем слабый, он такого до конца дерет всегда. Я не говорю, что Артем слабый, просто... Мне будет всегда с ним интересно. Мне нравится этот бой. Мне кажется, вас как-то личный расчет. Нет, личный, это чисто спортивный интерес, потому что у меня есть характер, дух, до конца дерется. Мне нравится, кто до конца идет с тем интересным. Ну, забит очень сильный боец. Если бы мне такое предложение поступило, я, конечно же, принял бой. Я никогда в своей жизни не выбирал себе соперников, а если бы мне представляли выбор, то я всегда выбираю самого сложного. Именно поэтому я и хотел встретиться с Забитым. Он действительно сильный боец, у него отличная техника, он умеет развеселить публику своими выступлениями, поэтому, я думаю, мы с ним бы закатили классный бой. Забит, извини, конечно, что сегодня у меня не получилось выиграть, поэтому, я думаю, наверное, теперь наш бой с тобой не получится. Но все же я тебе желаю успешной карьеры, ты очень хороший боец, мне очень нравятся твои бои. И, в принципе, именно поэтому я и хотел с тобой встретиться, потому что я никогда легких путей не ищу. Единорство пришло где-то в 10-11 классе. Меня родители отправили в школу, в 52-м совету, это спортивная школа. Там начал тренироваться, выступать по любителям. Но уже как в 2013 году я выиграл Кубок мира, чемпионат Европы стал. Я решил перейти в ММА, уже профессионально выступать. Переехал в Махачкалу, в клуб Дагестан, файтеры. До сих пор тут тренируюсь, живу. А почему именно Ушу Сандя или Сан... Санда, Ушу Санда. Ушу Санда. А почему именно вот туда? Не знаю. А потому что все дагестанцы борьба, борьба. Это как нестандартный вид спорта. Ну, я в Хасе тренировался, я сам в Хасе Ульта. Там уже иногда уроки начал пропускать, чтобы на тренировки пойти. Уже родители не могли как-то, бывают, следили за мной уже. Они решили. А там у нас школа, Пятый Санда, это закрытая школа. Там не выпускают, как-то режим, все, чтобы как-то было. Они меня отправили в школу уже с 6-го. То есть ты там жил, учился, все, да. С 6-го класса я там жил. Сколько там времени ты провел? Я школу закончил, остался еще год-два. Как тренер там поработал, помогал детям. И мне понравилось, только там Ушу Санда было, и Цигун там укрепляешь вид спорта. А я выбрал Ушу Санда. И там и бросковая техника, и ударная, как-то мне понравилось. И по бою как-то она похожа, да. И борьба, и все очень. И потом решил перейти после Европы. Отношения хорошие. Мы дружно, переписываемся, да, переписываемся, поздравляем друг друга. А так у него другой, свой клуб, да, я в другом клубе. Он в Америке в другом лагере тренируется, а я в другом. Как-то так, хорошее отношение. Просто у нас много, много, много бойцов. Как-то каждого поздравляют, тоже не получается. Забит один из лучших парней, с которыми я когда-либо тренировался. Он может делать все. Когда он доберется до UFC, он, несомненно, станет чемпионом. Я тренировался с 9 лет, и я никогда не видел ничего подобного. Он приехал из России, чтобы помочь одному из моих бойцов. Он естественный боец ММА, хорош везде. Сильная, взрывная, быстрая борьба. Бразильская джиу-джитсу, муай-тай, карате. Определенно он готов к UFC. И не только к UFC, но и к пятерке. Следующий бой с Забита состоялся 25 ноября 2017 года на турнире UFC Fight Night Биспинг против Гастелу, против Шеймана Мараеса. Забит выиграл бой в третьем раунде удушающим приемом Анаконда и заработал очередную премию выступления вечера. Третий бой состоялся на турнире UFC 223 7 апреля 2018 года. Забит Макомед Шарипов слотнулся Скайлом Бочником. Забит выиграл бой единогласным решением судей и заработал премию «Лучший бой вечера». Забит у тебя уже 2-0 в UFC и уже 2 бонуса за выступление вечера. Потрясающий старт карьеры. Ты ожидал, что тебе удастся сделать так много? Или это превзошло твои ожидания? Собственно говоря, меня ничего не удивило, потому что в этом спорте, в УШУ, в смешанных единоборствах и вообще в боевом спорте я с детства. Я тренируюсь с самых юных лет. Я знаю, насколько тяжело я тренируюсь и что я делаю для того, чтобы показать хорошее выступление в клетке. Поэтому я считаю, что заслуживаю все эти бонусы и это внимание. Отлично. И похоже, что это внимание играет против тебя, потому что теперь никто не хочет с тобой драться. Насколько тяжело для тебя было сидеть и ждать, и слышать, что никто не хочет драться с тобой? С одной стороны, хорошо, что люди не хотят драться со мной. Хотя я не знаю, почему так происходит. Я не могу назвать точную причину этого. Но с другой стороны, это не очень здорово, сидя без противника долгое время. Постоянно находиться в каком-то вакууме. В неведении, будешь ты драться или нет. И вот, наконец-то тебе удалось попасть в большой, очень большой карт. В этот раз ты в Бруклине, и ты в первый раз дерешься в США. Для тебя в этом есть что-то особенное. Находиться в таком карте, это что-то значит для тебя? Ну, во-первых, это здорово, что я тренируюсь недалеко отсюда, в Нью-Джерси, с Марком Генри. Я начал готовиться к этому бою за 8 недель. За 6-8 недель. И это очень хорошо. Кроме того, здесь живет очень много русских. Большое комьюнити выходцев из СССР. Так что будет круто. Я очень рад, что держусь в этом карте. Думаю, многие из нас были удивлены тем, что твой бой будет первым боем вечера. Учитывая, что потенциально ты будущее этого дивизиона. Тебя это никак не задело, что твой бой будет самым первым. Честно говоря, меня это не волнует. Они могут поставить меня хоть в главное событие, хоть в первый бой вечера. В этом есть даже хорошее. После того, как я закончу бой, я смогу сразу же расслабиться и насладиться всем кардом. Что ты думаешь о Кайле, как о своем сопернике? Смотрел ли ты его бои? Что ты думаешь о нем, как о бойце? Кайл это совершенно точно сильный соперник. У него прекрасные физические кондиции и хорошая выносливость. Все его бои закончились решениями, и это означает, что он в состоянии пройти всю дистанцию боя. В любом случае, я готов, если потребуется пройти все три раунда. Если ты выиграешь и у тебя будет рекорд 3-0, то ты станешь одним из самых сильных проспектов, независимо от дивизиона. Яркой восходящей звездой. Тебе бы этого хотелось? Ты ждешь такого развития событий, того, что тобой будут интересоваться люди? Одно я могу сказать точно. Это мотивирует меня, мотивирует еще больше, чем раньше. Потому что раньше я дрался для себя, а теперь я буду выходить в клетку ради людей, которые будут ждать моего боя. Мне интересно, как бы ты описал себя как личность? Смотреть твои бои очень интересно. Ты один из самых увлекательных бойцов, которых я когда-либо видел. Но здесь ты скромный, тихий, даже стеснительный. Как бы ты описал себя самого? В обычной жизни я действительно довольно тихий человек. Даже не знаю, как бы я мог описать себя. Но в клетке, в боях, возможно потому, что у меня большой опыт в любительском спорте, я чувствую себя очень уверенно. Я чувствую себя спокойно, я чувствую, что могу делать все, что захочу. Все, что я отрабатывал на тренировках, может быть, дело в этом. Расскажи, каким ты видишь свое будущее? Многие люди считают тебя будущим чемпионом. Это то, к чему ты стремишься? И если да, то как быстро ты хочешь стать чемпионом? Я не могу сказать, как скоро это произойдет и когда это будет. Потому что кого поставить передо мной? Кто будет моим противником? Все это решает UFC. А тогда, конечно, моя цель это стать чемпионом. Отлично. У тебя очень сильный противник, но надеюсь в эту субботу ты выиграешь. Каким ты видишь развитие этого боя? Не могу вам этого сказать. Я каждый раз готовлюсь на всю дистанцию на три раунда. Посмотрим, что будет, если в бою откроется какая-то возможность. Я ее использую. Все, что я знаю, это то, что забит Магомед Шарипов, боец ММА, вокруг которого слишком много хайпа. Я не собираюсь недооценивать его, как и любого другого соперника. 7 апреля я выйду в октагон и устрою шоу. Я хочу сбить пояс хайпа, на котором мчится этот парень, и громко заявить о себе. Я не имею права загонять себя в неудобное положение в поединке и слишком торопиться. Такие скоростные парни, как Забит, лучше выходят из неудобных позиций, чем я. Так что я должен быть хорошо готов ко всему в этом противостоянии. Надо отдать должное Рибок за то, что они уместили фамилию Забита на футболке. Бочнику похуй на твое дерьмо с разворота. Это потрясающе. Я расстроен, что Магомед Шарипов дагестанец, так как, скорее всего, он не признает свое сходство с Абрахом Линкольном. Если этот бой не получит бонус за бой вечера, то нас ждет нечто особенное сегодня. Потрясающая работа от обоих парней. Спасибо, ребята. Мне нравится этот россиянин. Он знает, как должен драться высокий боец. Дайте обоим парням по сто штук. У вас появился новый фанат. Мои деньги за трансляцию уже окупились. В Андеркарде был бой Забита Магомед Шарипова. Охренеть, что творит этот пацан. Сколько у тебя ушло времени, чтобы им его выучить? Я обосрался на взвешиваниях. Они говорили мне, просто назови его Забит. Просто Забит и все. Я такой, не-не-не. Магомед Шапиров. Бля, он просто феноменален. Он занимается у Марка Генри в Нью-Джерси. И угадай откуда? Из Дагестана. В этой местности, похоже, что-то в воде подмешано. Не-не, они там с медведями тренируются. Но этот парень высокий и худой. А его противник, Кайл Босниак, он был... Меньше ростом, шел вперед, но Забит при этом был куда техничнее. Он делал больше всего и более технично. Однако, справедливости ради, стоит отметить, что Босниак это настоящее животное. Он пытался выиграть каждую секунду этого боя. У него не было даже и мысли, чтобы сдаться. И в самом конце боя, в третьем раунде, на последней минуте, он взорвался и зажал Забита у клетки. Он кричал на него, и кровь брызгала у него изо рта. Он просто преследовал его. Вот конец боя, когда они стоят друг напротив друга. В этом видео собраны все хайлайты. Однако, черт возьми, Забит, это талантливый парень. А какой у него рекорд? По-моему, он непобежденный. Или, может быть, у него одно поражение в начале карьеры? Но, по-моему, 15-0. Посмотри его рекорд, сможешь найти? 15-1. Ага, а вот концовка. Это конец боя, но я говорю тебе, Босниак получал по заднице весь бой, и только в конце они стали друг напротив друга, и... Толпа просто с ума сходила. А вот мой любимый момент. Бой закончился. Смотри, они обнялись. И пошли по кругу, по клетке. Я отвечаю, в Бартлайт-центре, блядь, никто не сидел, все стояли. Все просто стояли и сходили с ума, и я в том числе. Единственный раз за вечер я стоял и аплодировал. Конечно, если они отдали всех себя, ты должен был это сделать. Помнишь тот бой, когда Хэллоуэй сделал жест рукой, как будто нарисовал линию? Черт, это было так здорово. А вот, кстати, и его рекорд, Забит. Попытайся произнести фамилию. Забит Магомед Шапиров. Шарипов. Шарипов. Магомед Шарипов. Магомед Шарипов. Это кое-что значит. Ты видел бой Забита в субботу ночью? Магомед Шарипов. Попробуй повторить это пять раз. У него рост под метр девяносто при весе в сто сорок пять фунтов. Наверное, нет более сухого парня в этом дивизионе. А потом я посмотрел его бой, и, черт возьми, это было нечто. Да, он настолько быстр и силен в весе сто сорок пять. Рой Грейси тоже был высоким. Его рост составлял метр восемьдесят один. Но он весил сто семьдесят пять, и он дрался против таких ребят, как Бен Стивенс. С весом двести шестьдесят пять. Забит худой, но он весь в мускулах. Он накачан. У него прекрасная форма. Он чем-то похож на маленькую версию Люка Рокхолда. Но только он с большей динамикой. Он может делать все, что угодно. За ним было действительно интересно наблюдать. Мужик, этот парень просто феномен. Он настолько талантлив. Я впервые увидел, как он дерется вживую. И смотреть на это вживую совсем другое дело. Когда ты смотришь на это с экрана, ты такой, Да, это неплохо. Но когда видишь вживую, это совсем другое дело. Наш мозг как компьютер. Это своеобразная база данных того, что мы видели. Я видел уже очень много боев. Моя база данных переполнена. И когда я вижу что-то похожее, я такой, Воу, что это у нас здесь? Скажи, пожалуйста, просто, что это было? Что это был бой? У меня было такое ощущение, что ты играл в PlayStation, Твой соперник просто забыл свой пульт. Как я говорил, это непростой соперник был. Я очень такой упорный. С характером пацаны. Получилось, что ожидали. Три раунда, как я обещал. Три раунда в бой будет у нас на конце. Ты показывал, что не все те приемы, которые ты знаешь, Или все-таки что-то еще осталось в персонале? Много чего осталось. Получилось все показать, потому что у нас пол-план, А что другой. Какой другой? Ты просто дегустинфицировал своего соперника? Я думал, он будет постоянно убегать от меня, двигаться. А по ходу боя пришелся, я шил другой план. В третьем раунде ты пошел просто уже откровенно размен ударами. Что это было? Зачем ты это сделал? Ты же понимал, что ты ведешь по очкам, И что бой уже твой. Ну, поймал, все любят шоу. Среди же нам было уже... Осталось там минут полтора, Нам было уже до конца вырабатывать все. Был момент, когда ты почувствовал вот в конце именно в размене, Когда что это опасно для тебя? Не думал об этом. Ты понимал, что бой за тобой? Да, конечно, я понимал. Первые два раунда спокойно забрал, И третье чувство, я все расшитил. Удары с разворота, тейкдауны. Что еще ты готовишься к следующему сопернику? Ну, в сентябре увидимся, если придет в Россию, там покажут. Забит, ты повредил свою руку еще перед боем в раздевалке? Не, это было первое раунду. Ты вообще удивлен своим соперникам? Он вроде был таким большим антердогом на старт, в позиции. И, ну, показал довольно-таки сильный бой. Так, Кэлл молодец, я не ожидал, но показал характер. Забит, нам сегодня показалось, что половина, да даже, что половина, процентов 70 зала кричали «Забит». Ты это сам осознавал, что ты где-то ближе к дому, возле гостей? Да, я слышал, здесь в Брукли много русскоговорящих, очень много приехал, поддержал. Спасибо всем, я чувствовал поддержку. Ты чувствуешь себя человеком, который практически уже стал звездой UFC? Ну, сегодня почувствовал, как все стали уже, увидел это пусклое. И что ты ощущаешь? Очень приятно. Резван, как ты считаешь, премия за бой вечера забита? Сто процентов. Третий раз подряд? Да. Может быть, тебе очень нужны деньги, ты выплачиваешь и по чеку, расскажи нам, в чем дело? Что ты творишь? Мне просто понравились, до бонуса ты решил тренировать. Ты говорил о своих соперниках, то, что они отказываются от боя, и в конце концов ты получил хайло. А как вообще это произошло, и кто, оказывается, на хайло? Отказов очень много, как человек, я сейчас их точно. Это был Артем Лобов, Иаэр Родригес. Ну, что, я по именам уже точно не помню, много кто отказались. Вроде бы, криминальный. Два человека приняли бой, потом взяли на сейш-жид и сказали. Техними тренера уже не приняли это бой, вот, взяла такие. Слушай, ты после этого боя также вызвал Иаэр Родригеса, ты думаешь, что он сейчас примет, или же у тебя опять будут уродности с оппонентом? Я надеюсь, что он примет туда бой. Мне разницы нет, я жду топ-10 боя бойца. Резван, ты же понимаешь, что теперь после очередного такого боя тебе будет как менеджера еще сложнее найти соперника забитого, поскольку ребята из топ-10, я думаю, вряд ли согласятся на бой с ним. Ну, я думаю, UFC уже ведет его в рейтинги. UFC ведет рейтинги, и тогда уже будет порядком легче, потому что соперники просто боятся теряться в позициях. А как ты будешь отвечать в свою победу? Понятное дело, ты сейчас пойдешь и будешь смотреть бой Хабиба. Что после этого? Все это, ну, если пойдем, мешала Хабиба в игре, и тобой поедем, если посетим, отмечаем общую победу. Хабиб говорил, что после боя его самое большое желание съесть банку сгущенки. Какое желание у тебя после боя? Что бы ты сейчас съел? Я уже перелочный, как сыр. Не знаю, все. Сладкое? Сладкое? Да. Уже, когда на диете, мы уже 3-4 недели сладкое не кушаем. Вот по совершенному тоже нельзя кушать сладкое, потому что ремонт стирается. Я уже где-то 4-5 недели сладкое не еду. Хочу сладкое покушать. Вот сейчас тебе фанаты мешок конфет пришлют. Мне кажется, сейчас просто все фанаты зашлют мармеладом, конфетами, все, что ты хочешь. Он не входит в топ-10, он в пятерке. Он может быть чемпионом уже сегодня. Я видел естественное в бейсболе, футболе, боксе, но никогда в ММА. Слишком много дисциплин. Он первый и единственный боец ММА, которого я когда-либо видел. Он может все. У него есть и другие данные. Сердце, жесткость, отличная средняя дистанция, трудовая этика, а также спарринг-партнера. Нам больше не нужен Конор. Он может оставаться в боксе. Этот парень – его замена. Он лучше его. Лучше в ударах ногами, лучше в ударах руками, лучше в джиу-джитсу. Поверьте мне, он лучше его во всем. Да, он немного застенчив, но мы работаем с ним. Он в порядке, мужик. DC, ты знаешь о нем немного больше. Он начинал как борец, правильно? Да, и он отличный борец. Но в этом бою он это особо не использовал. Да, в этом бою он показал себя с другой стороны. Я слышал от очень авторитетных бойцов ММА, что Забит – это один из самых разносторонних бойцов, которых они когда-либо видели. Да, я тоже это слышал. Они наблюдали за его работой в зале, и он делал буквально все. Позволь, я продолжу. Я знаю Босняка, и когда я узнал, что у них бой с Забитом, я просто охренел. Они сказали, что он может стать лучшим бойцом ММА всех времен. Я тоже это слышал. Я этого не слышал, но я считаю, что лучшим все-таки будет Хабиб. Хотя и Забит тоже неплох. Я занимаюсь с Марком Генри, его тренером. Я видел, как Забит тренируется, и это просто феномен. Многие говорят об этом. Ты тоже считаешь Забита хорошим бойцом? Да, и к тому же он хорош во многих аспектах. Он хорош буквально во всем. Не только в стойке, как мы увидели в последнем бою. Да, ведь он начинал как борец. У него отличная концентрация, и он не показывает своих эмоций. Совсем неясно, злится он, расстроен или радуется. Когда я первый раз его увидел, я даже не сразу понял, боец он или нет. Как-то раз после совместной тренировки мы поехали на природу. Там было что-то вроде леса. Он просто ушел в лес и смотрел в него. Мы не понимали, что он делает. Все были в недоумении от Забита. Мне он нравится. Для нас он загадка. О травме руки перед боем с бочником. Я не мог сжать руку в кулак, чтобы бить со всей силы. Больно не было, но некоторые вещи я просто не мог делать. Пришлось пользоваться левой больше, чем я планировал. Это не был перелом, но я знал, что с моей рукой что-то не так еще до боя. Однако я никому не сказал об этом и старался не показывать никаких признаков, чтобы атлетическая комиссия не сняла меня с соревнований. Уже потом, после боя, мы поехали в Институт эффективности UFC в Лас-Вегасе. Они все оплатили. Мы полностью прошли там все обследования и процедуры, и мне сказали, что я могу вернуться к тренировкам через две недели. К счастью, оказалось, что у меня ничего серьезного. О следующем бое. Я подписал новый контракт на четыре боя. Сумму назвать не могу, но условия улучшились. Хочу вернуться в клетку в сентябре, дабы поучаствовать в московском ивенте UFC, если он состоится. Мы были в офисе UFC и обсуждали этот вариант. Если Яйро Родригес согласится провести бой со мной, то мы сможем подраться в Москве. Если откажется, то, скорее всего, следующий бой проведу в США, потому что они хотят, чтобы я выступил в главном карде на пейпер-вью турнире. Какие еще бойцы из России могли бы выступить в Москве? Да, в общем-то, много кто. Я слышал, что Рустам Хабилов смог бы... Зуберту Хугов хочет вернуться в бои. У Магомеда Бибулатова недавно была травма спины. Поэтому его участие зависит от того, как он будет восстанавливаться. Внимание со стороны фанатов и медиа. Честно говоря, я до сих пор не привык к этому. В прошлом я даже отказывался общаться с медиа и крайне неохотно давал интервью. Но я стараюсь привыкнуть, потому что знаю, что это часть моей профессии. Да, фанаты стали гораздо больше интересоваться мной. Мне кажется, что Руст начался после третьего боя. Об изучении английского. Пока что, честно говоря, с английским не очень. Но я пытаюсь. Даже когда я в США, я постоянно окружен своими одноклубниками, русскими. И, конечно же, мы говорим по-русски. Вот когда ты один живешь в незнакомой стране, ты учишь язык гораздо быстрее. Когда я готовился к своему второму бою, я был совсем один в Штатах. И прогресс в изучении английского тогда был гораздо больше. Но когда я со своими друзьями, процесс изучения языка сразу замедляется. А боя с Максом Холлоуэм за титул. Когда угодно. Готов драться с ним хоть завтра. Возможен ли бой с твоим другом Фрэнки Эдгаром? Нет. Он мне как старший брат практически. Мы хорошие друзья, и я бы не согласился драться с ним. Мы вместе тренируемся и помогаем друг другу. Моего решения не изменил бы даже пояс. Что дальше? Куда готовитесь? Как? Где? Дальше я рассчитываю в Москве подраться в сентябре. Как говорили, что в UFC хочет сделать турнир в Москве. Где-то в сентябре, где-то в середине. Я попросил у них бой с Родригесом. Сейчас идут переговоры. Скорее всего, в сентябре в Москве подраться. Но пока не уточнили, да, точно с кем будет бой? Пока контракт не подписали, потому что он что-то затягивает, не хочет. Он говорит, что пораньше хочет подраться, в августе. У меня рамадан скоро. Не получается, что... Можно подготовиться, да, после поста. Восстановиться надо. Была большая шумиха в прессе насчет боя с Забитом. У меня достаточно большое количество подписчиков из России. Очень много российских друзей, которые я очень сильно ценю. И они писали мне в социальных сетях. Они просто кидали всем и все в мою сторону, говоря о том, что Забит меня убьет. Иди, Дерис Забитом, просто подери с ним. Я такой, хорошо, это будет достаточно круто. Я видел достаточно большой потенциал в этом бою. Ты знаешь, возможно, это была моя ошибка. Потому что неделю позже Ламас отклонил этот бой, и Шон Шелби снова позвонил мне. И он такой сказал мне, эй, Ламас отклонил этот бой, так что предложение все еще в силе для тебя. Потом я сказал о том, что я хочу подраться с ТОП-10. Никто не хотел драться со мной. Потом Ламас снова принял этот бой против Бектича. Я был действительно разочарован этим. Я был разочарован. Потом я снова начал рассматривать этот бой с Забитом. Этот бой имел достаточно большой смысл для меня. Я видел достаточно большой потенциал в этом бою, и мы начали переговоры по этому поединку. Из-за его стилистического противостояния. Мы начали говорить об улучшении моего контракта еще год назад. Переговоров было сказано о том, что они хотели, чтобы я выступил против него в Лос-Анджелесе. На что я ответил, то что я подерюсь с ним в Лос-Анджелесе, если они заплатят мне больше. Потому что я не говорил об этом в прошлом году. Я говорил о том, что я хочу драться с ТОП-10. Я никогда не выбирал себе соперников. На самом деле я хотел подраться с корейским зомби. Но потом Нью-Юси сказали мне о том, что он не готов. Хотя в то же время он опубликовал пост в Твиттере о том, что он готов драться с Фрэнки. И я такой, ну, посмотри. Здесь он говорит о том, что он хочет подраться с Фрэнки. Но вы говорите мне обратное. Я думаю, это был бы достаточно интересный бой для просмотра. А они настаивали на том, что он нет, он не готов, он не прошел медицинские какие-то обследования. Я такой сказал, хорошо. Какие варианты есть у нас сейчас? И они сказали о том, что, ну, есть забит. Я такой сказал, хорошо. Я подерусь с Забитом, если вы заплатите мне больше денег, потому что я понимаю, что это достаточно большой турнир в Лос-Анджелесе. Но они отказали мне. Я сказал, хорошо, если вы не готовы дать мне больше денег, чтобы подраться с ним в Лос-Анджелесе, почему вы мне не позволяете подраться с ним в Москве? И для этого поединка не нужно было никаких переговоров. Я хочу подраться с ним в России. Знаете почему? Потому что он вызывал меня. Я именно такой парень, который не очень много болтает. Я не болтаю, я просто показываю в клетке. Ты знаешь, мне не нужно всегда говорить об этом в моих социальных сетях, а написывая о том, что происходит за кулисами. Потому что это моя работа, и это работа моей компании, где я работаю. Также работа моих агентов. И они проделывали отличную работу. Спасибо, ребята. Спасибо, Маркл, спасибо, Пау, спасибо, Нест. Они не хотели поставить меня в России даже. Я такой сказал, хорошо, дайте мне тогда больше денег, чтобы подраться с ним в Лос-Анджелесе. Также вы не хотите дать мне ребят из топ-10. Вот в чем суть. Вот как действительно происходили все эти вещи. Я разговаривал с одним из представителей UFC по телефону. И он сказал мне о том, что я думаю, что этот бой будет достаточно интересным для просмотра. Я ему сказал, конечно, я знаю это. Также знаю потенциал этого боя. Вот поэтому-то я и запрашиваю чуть больше денег. Весь разговор был об этом. И вся проблема заключалась в этом. Не из-за того, что я не хотел драться. Не из-за того, что я кого-то боялся там. Я просто хотел подраться в его родном доме. Чтобы побить его. При всем моем уважении. Потому что, как я сказал ранее, у меня есть очень много фанатов из России. Но что было, то было. Он хотел побить меня. Так я тоже хотел побить его только на его родине. Но UFC снова отказали. Ну а я также не согласился подраться с ним в Лос-Анджелесе. С такими же деньгами. Вот и вся главная проблема. Бой Забита против Ейра Родригеса ожидался 8 сентября 2018 года на UFC 228. Однако Родригес вышел из боя, сославшись на травму. На замену вышел Брэндон Дэвиэс. Забит выиграл бой болевым приемом «Рычаг колена». Этот болевой прием был признан лучшим в UFC по итогам 2018 года. Хорошо, давай, я буду переводить его «давай». Что ты говоришь? Он говорит на русском, что я сказал. Говори, я ему на английском буду говорить. Уже не по гаечкам. Этому парню нужно улучшить свой английский язык. Без английского языка он не сможет себя продвигать. Ему нужен английский. Эй, давай, 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 говори. На английском. То, что все, что знаешь на английском, все говори. Главное, что он не скажет. Главное, что он не скажет. Главное, не очковать. Он сказал, самое важное это не очковать. Он сказал это. Не очковать. Парень, который дрался в вандеркарде, забит Магомед Шарипов. Что это за чувак? Сколько у тебя ушло времени, чтобы выучить его имя? Дофига. Я облажался еще на взвешивании. Они говорили мне, просто скажи «забит». А я такой «не-не-не, я понял это». Магомед Шарипов. Он чертовски феноменален. Его тренирует Марк Генри из Нью-Джерси. А, хорошо. И угадай, откуда он? Из Дагестана. В этой местности что-то подмешано в воде. Они просто... Они же еще тренируются с медведями, так? Но этот парень высокий и худощавый. И он дрался с Кайлом Бочнеком. И этот парень, Кайл Бочнек, он был ниже ростом. Он шел вперед, но забит был более техничный. Он делал много разного вещей и очень технично. Но черт побери, Кайл Бочнек это просто зверь. Он просто дикарь. В этом бою он пытался каждую секунду вырвать победу и никогда не сдавался. Он не отступал. И потом, в конце этого боя, в конце третьего раунда, в последнюю минуту, он взорвался. И он зажал Забита в клетке. И потом он кричал на него. А он был просто в крови. Полностью весь в крови. Забит это именно тот парень, который очень талантливый. Это очень прекрасно, потому что все такие высокие, они выступают очень хорошо. К примеру, Андрес и Сильва, Джон Джонс. Ну да. У Забита правильное соотношение мышечной массы. Когда смотришь на него, он как будто потерянный. У него просто прекрасная антопрометрия. В моем понимании, я представляю его маленьким Люком Рокольдом. Но более динамичный, более разносторонний. И в этом плане он может все. Я был поражен, когда увидел в первый раз, как он дерется. Но этот парень просто феноменален, очень феноменален, очень талантливый. В первый раз я видел его бой вживую. Это нечто другое, когда мы видим бой вживую. Когда мы смотрим эти парни на видео, да, мы говорим, этот парень хорош. А потом ты смотришь вживую. Ты знаешь, в твоем мозгу есть маленький такой, некий компьютер, который запоминает, скажем так, базу данных. Особенно я, я видел очень много поединков. У меня есть база данных, как люди двигаются. А потом ты видишь этого парня и такой, вау, что тут творится. Мне нравится наблюдать за этим, потому что это совершенно другой уровень. То, что он делает, мы видели на протяжении двух лет. Для нас это очень прекрасно, потому что он показывает свой талант. Также видеть его, как он растет и улучшает себя. Также ему осталось много, что еще показать. Это всего лишь его третий бой. Смотреть за этими молодыми парнями, это просто было здорово. Они забрали бой вечера. Я думаю, они очень поднялись после этого боя, даже Кайл спи его поражением. Теперь люди знают, кто они такие после этой ночи. Он король полулегкого дивизиона, никто не сможет побить его. Он – это будущее. В этом дивизионе очень жесткие ребята, но я думаю, он самый сформированный боец. На турнире UFC 235 2 марта 2019-го забит Магомед Шарипа встретился с Джереми Стивенсом. В этом бою он держал победу единогласным решением судей. Свой последний на данный момент поединок он провел 9 ноября 2019-го года против Келвина Катара, где победил также единогласным решением судей. Друзья, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Также подписывайтесь на мой инстаграм, ссылочка внизу в описании. Множество контента, которое не будет на YouTube, будет там. Также ставьте лайки, пишите в Дирек, буду рад со всеми пообщаться. Также не забываем про поддержку и мотивацию. А лучшая мотивация – это финансовая мотивация. Ссылочки также в описании. Продолжение следует... Продолжение следует...